Итак, всем добрый день. Меня зовут Дмитрий Шагардин. Представляю вашему вниманию наш дневной видеобрифинг Fresh в 12 часов по московскому времени. Также напоминаю, что с завтрашнего дня я уйду в отпуск и вернусь к вам в следующую пятницу. И по-прежнему в 12 часов продолжим наши дневные мероприятия. Но перед своим отпуском я подумал и решил сегодня 17 часов по московскому времени, то есть в 5 часов по Москве постараюсь изложить в коротком видеобрифинге свое глобальное видение рынка на 2012 год. Там планирую поговорить про политику ФРС, ЕЦБ, про пару евро-доллар, про золото, возможно, там зацепим. В общем, если будет желание, таким маленьким экспромтом сегодня перед отпуском попробую свое видение представить. Так что, если будет желание, присоединяйтесь. Ну, в любом случае, запись впоследствии выложим на наш канал на Ютубе www.youtube.com.brokerkf Там все выкладывается у нас. Сейчас предлагаю переместиться к рабочему столу. Давайте обсудим те события, которые могут повлиять на ход торгов сегодня на российских площадках и на мировых рынках. Перемещаемся к терминалу Bloomberg и к торговому терминалу Quick. И давайте посмотрим на те события, которые могут сегодня повлиять на рынок. Сразу к экономическому календарю перейду, пока не забыл. Сегодня в 14.15 немцы будут размещаться двухлетние банды на 4 миллиарда евро. Отмечу от себя, что сроки бумаг короткие, двухлеткие. И все, что предлагается сейчас на рынке на долговом европейском срокам до 3 лет, выкупаться будет в больших объемах и спрос будет большой. Это мы наблюдаем уже с начала января 2012 года. Все короткие бумаги пользуются огромным спросом. Но это все последствия программы трехлетних неграничных кредитов от ЕЦБ. Трехлетний ЛТРО, так называемый. О них сегодня вечером также подробно поговорим. Пишу свои видения по этому поводу. И, в общем-то, жду неплохого спроса сегодня на немецком аукционе. На 4 миллиарда евро немцы размещаются в 14.15. И сразу после немцев в 14.30 размещение проведут португальское казначейство. Здесь опять-таки бумаги с короткой дюрацией. Опять-таки спрос достаточно неплохим должен быть. Но напомню, что буквально в последние дни очень сильно расширились спреды между португальскими и немецкими бумагами. То есть доходности по португальским бумагам начали резко расти. Тут, видимо, какое-то спекулятивное влияние было на португальские бумаги. Поэтому здесь определенного внимания сегодняшний аукцион будет заслуживать. Но еще раз повторюсь, дюрация этих бумаг, размещаемых, короткая. Поэтому здесь проблем, в принципе, может и не быть больших. Но сразу обращаю ваше внимание на день завтрашний. Дело в том, что в четверг, 19 января, нас ждут очень насыщенный день в плане долговых размещений. Завтра проведут очень крупные аукционы Испания и Франция. По Испании в 13.30 завтра будет предлагаться рынку бумаги со сроками обращения до 2022 года, до 2019, до 2016. Все эти сроки мы видим свыше трех лет. И объемы размещений достаточно существенные. Все бумаги, которые размещались в 2019 году со сроками обращения свыше трех лет, как правило, проходили достаточно плохо. Поэтому завтра в 13.30 с Испанией могут начаться не очень приятные события. Кроме этого, сразу после испанцев завтра в 14 часов по Москве французы начнут размещение бумаг. Здесь дюрации довольно короткие, 16, 15 и 14 года. Но обращаю Ваше внимание на аукционы, которые пройдут по Франции не два часа по Москве, а в три часа. Здесь рынку будут предложены бумаги со сроками обращения в 2040 году, 2022 и 2016 году. Вот тут могут быть очень серьезные проблемы у французов. И я бы ждал завтра довольно-таки сильной волатильности в ходе аукционов долговых по Испании, по Франции. Будьте к этому готовы и в общем-то рынок сегодня к этому готовится и будет на самом деле. Из экономического календаря обращаем Ваше внимание. Василий уже утром сегодня подробно говорил. Ну, повторением отечения, как говорится. Сегодня промышленное производство США, декабрьское 18-15 будет опубликован. Индекс, рынок довольно оптимистичен. По декабрю полпроцента роста ожидает, против снижения на 0,2% по ноябрю месяцу. И также определенный интерес, ну, вряд ли повлияет сколько-нибудь на рынок, но тем не менее интересно будет посмотреть на расклад сил на американском рынке Treasuries. У нас в 6 часов вечера по Москве будут опубликованы ноябрьские данные по объему покупок долгосрочных бумаг США ниже Treasuries. Несколько раз в последних видеобритингах на прошлой неделе мы с вами обсуждали подробную ситуацию. Все дело в том, что нерезиденты очень активно избавляются от американских бумаг. С чем это связано, вопрос большой. Кому-то, видимо, нужна ликвидность, у кого-то другие цели. Но тот факт, что иностранцы выходят из американского долга не может не волновать. Но мы быстро посмотрим сегодняшнюю статистику, чем все это дело закончилось, по крайней мере, в ноябре. Данные достаточно старые. Кроме этого, сегодня продолжается сезон корпоративной отчетности в США. Опять-таки мы об этом с вами поговорили. Сейчас подробнее поговорим про вчерашние релизы отчетности от Wells Fargo и от Citigroup. Но для начала напомню, что сегодня в 17 часов по московскому времени, если не ошибаюсь, отчет представит Goldman Sachs. Ну, Goldman Sachs это банк из плеяды инвестиционных банков, который не боится высокорискованных вложений. И благодаря этим высокорискованным вложениям может попасть на деньги. Ну, давайте сначала поговорим про вчерашние отчеты по Citigroup. Отчет оказался плохим, как, в общем-то, мы и ожидали. И еще раз скажу большое спасибо западным аналитикам, которые достаточно четко дают прогнозы по корпоративным отчетностям по банковскому сектору. Мы попали четко в прогнозы по JP Morgan и попали по Wells Fargo и по Citigroup. Но в плане ожиданий, правда, по Citigroup чуть хуже, чем рынок ожидал, получили отчетности. Но и так были плохие ожидания, получили еще хуже. По Citigroup отмечаем, что прибыль по торговому счету у нас оказалась очень в сильном минусе. Это значит, что торговое подразделение Citigroup очень плохо поторговало. И та же ситуация сложилась, как у JP Morgan. У JP Morgan тот бизнес, который связан на традиционном банкинге, там бизнес с кредитными картами связан, показал существенную прибыль. Традиционный банковский бизнес. А вот все торговые операции оказались в сильном убытке. И то же самое мы увидели сами вчера по Citigroup. И чистая прибыль, мы видим, довольно сильно снизилась, оказалась хуже, чем рынок закладывался. Вот такой резкий скачок по динамике чистой прибыли. Квартал к кварталу, если не ошибусь, больше чем на 50% по этому показателю мы упали по чистой прибыли. Да, даже на 70% в квартальном пересчете. Очень негативная статистика по Citigroup. Но напротив банк, который занимается традиционным бизнесом в США, это Wells Fargo. Это любимец Уоррена Баффета. Банк, который после кризиса решил отказаться, полностью отказаться практически от операции с рискованными активами. И сконцентрироваться в целом на американской экономике. Ну это подобие нашего Сбербанка. Напротив, отчитался очень даже хорошо, лучшие ожиданий. По чистой прибыли мы превысили показания предыдущего квартала и превысили показания квартала 4-го 2010 года. Но здесь углубляться не будем. Напоминаю, что Wells Fargo работает только на американском рынке. В отличие от Citigroup, которые, кстати, 30% чистой прибыли делают еще и в азиатском регионе. Но чуть позже посмотрим разбивку. Так что отчетность по банкам оказалась, в общем-то, такой разноплановой. По Wells Fargo очень хорошая отчетность. Это значит, что американская экономика и американские потребители действительно себя неплохо чувствовали в четвертом квартале. Но по Citigroup мы увидели очень плохую отчетность. И, к сожалению, отчетность Citigroup перевесила и по итогам вчерашних торгов в США финансовый сектор торговался хуже всех и, в общем-то, увел вчера американские индексы на дневные минимумы. Так, про это мы сказали. Ну, давайте посмотрим так, чтобы не быть, как говорится, голословным. В структуре индекса S&P 500 финансовый сектор, мы видим, вчера оказался единственным из секторов оказался в серьезном минусе, 0,6% он потерял в целом и хуже всех торговались бумаги. Именно Citigroup потеряли практически 8% на вчерашних торгов. JP Morgan Chase также вчера потерял 3% капитализации. У Wells Fargo, напротив, на фоне хорошей отчетности показал небольшой плюс. Поэтому, в общем-то, расклад сил вчера был таким. Фьючерсы на американские индексы к текущему моменту постепенно снижаются. Если перед открытием торгов в Москве практически на 0,5% поставили фьючерсы на индекс широкого рынка S&P 500, то сразу после открытия торгов в Европе мы видим, опять уходят на свои внутренние минимумы здесь без какого-либо позитива. Ну и российский рынок, в общем-то, тоже себя плохо чувствует. Вчера мы с вами наш видеобрифинг проводили в 12 часов по московскому времени. Индекс МВБ стоял на уровне 1490 пунктов. И напомню, что от этого уровня шар рекомендовал я вам закрывать планги, открывать шарты. И, в общем-то, если прислушались к этой рекомендации, то сейчас в небольшом плюсе находитесь по этим позициям. Чувствуется слабость рынка. И здесь я хочу с вами поговорить про сейчас американские площадки. И на сайте ZeroHedge, если не ошибаюсь, 12 декабря была очень неплохая статья, которая была посвящена коротким позициям на бирже NICE, на главной американской фондовой площадке. Что здесь надо отметить? На этой графике представлена динамика индекса S&P 500. Она изображена красной, соответственно, линией. И объемы короткого по шартам. И мы видим, что после понижения рейтинга США в сентябре-августе 2011 года очень в последующем месяце начали резко набираться короткие позиции. И фиг по коротким позициям, набранным на бирже NICE, как раз совпал с минимальными значениями годовыми по индексу S&P 500. Далее объем коротких позиций стал довольно резко сокращаться. И мы увидели на фоне резкого сокращения коротких позиций, так называемого шорта-крылия, шорта-сквизи иногда его называют, мы увидели крайне резкий отскок по индексу S&P 500 в октябре. И то же самое касается месяца декабря конца 2011 года, когда начало снижаться опять-таки количество открытых шортов на бирже NICE. И мы увидели довольно неплохой отскок по индексу S&P 500. И та же самая картина наблюдалась у нас в последних числах декабря, когда количество открытых позиций стало настолько низким, что привело к росту индекса S&P 500 дальше. Но что здесь стоит отметить, что подобную по количеству открытых коротких позиций мы сейчас приближаемся к середине, точнее к началу 2011 года. Мы видим, что в течение нескольких месяцев уровень коротких позиций на достаточно минимальных уровнях находился в течение нескольких месяцев. И на этом фоне мы наблюдали рост по индексу S&P 500. Ну не столько рост, сколько такая скорее нейтрально-позитивная динамика наблюдалась по индексу S&P 500. И судя по всему, наверное, я буду говорить о том, что в ближайшие месяцы мы как раз таки продолжим вот то самое движение. То есть будем по индексу S&P 500 двигаться либо чуть-чуть вверх, либо нейтрально вбок. По всей видимости, попытаемся в ближайшие сессии отскочить от уровня 1300 пунктов, которые мы вчера нарисовали по индексу S&P 500. Но далее все-таки я жду, что вновь браки припримут попытку загнать индекс S&P повыше. Такая все-таки вероятность существует, на мой взгляд. Кроме этого, в пользу такого сценария говорит вчерашняя статистика по индексу Empire State Manufacturing. Мы о ней вчера тоже с вами говорили. Василий о нем упоминал в утреннем обзоре. Что здесь стоит отметить? Вчера в 17.30 индекс Empire State Manufacturing был опубликован. Этот индекс является первым региональным индексом, важнейшим и опережающим. Все дело в том, что в течение двух недель мы будем получать данные по индексу деловой активности в промышленности по американским регионам. И по факту в первых числах января мы с вами получим индекс ISM Manufacturing по США. Картинку по глобальному раскладу сил по индексам PMI и ISM по Европе, США и Китаю я вчера приводил в видеобрифинге. Так что можете запись открыть, посмотреть. Что стоит отметить? Индекс Empire State оказался достаточно сильным. Он оказался лучшим ожиданием. И, естественно, мы сами заглядываем внутрь структуры этого индекса. И еще раз отмечаем важность компоненты новые заказы – orders, важность компоненты shipments, поставки и важность компоненты занятости – number of employees. Все эти компоненты в январском индексе Empire State Manufacturing показали существенный рост относительно декабря. Все это нам говорит о том, что в регионе Нью-Йорк промышленность продолжает набирать обороты. И, по всей видимости, мы аналогичную ситуацию будем видеть по остальным американским регионам. Более того, отмечу, что у нас inventories, то есть запасы, стали расти. Это говорит о том, что американские производители стали более уверены в потенциале рост американской экономики и уже готовы делать некоторые запасы на своих складах. Тоже позитивный сигнал. Завтра будет опубликован индекс аналогичный Empire State по региону Филадельфия. Напоминаю, что регион Филадельфия – это практически одна шестая всей промышленности в США. Поэтому завтрашняя Филадельфия, которую вы встретите уже с Василием, она будет более репрезентативной. И если и там все будет хорошо, то это значит, что американская экономика продолжает свое восходящее движение. И поэтому индексы СНК-500, в общем-то, сильно просесть не должен в ближайшие периоды. Ну, посмотрим, так это не и так. По крайней мере, с точки зрения фундаментальной у нас есть для роста индекса S&P некоторый потенциал. Но еще раз отмечаю, что довольно сильная раскорреляция сейчас наблюдается на всех финансовых рынках. У нас евро живет своей жизнью и американские рынки живут своей жизнью с конца 2011 года. Поэтому, в общем-то, по Америке я думаю, что все относительно неплохо будет. Так, про это мы сказали. Сегодня, кстати, у нас выходила статистика ночью по американскому рынку нефти. Давайте тоже посмотрим. Ночью опубликуются, напоминаю, со вторника на среду в час 30 данные IPI американского института нефти. Данные неофициальные. Сегодня вторник у нас или среда? Сегодня среда, да, у нас? Да. Но вот я почему-то не вижу здесь... А, все, я понял. У нас в понедельник американские рынки отдыхали, поэтому все недельные данные, которые ежедневно опубликуются, они сдвигаются на день вперед, поэтому только сегодня ночью мы получим в час 30 данные от IPI, и завтра мы получим данные по запасам нефти от Минэнерго США. Поэтому здесь пока по рынку нефти, как говорится, молчу. Завтра Василий вам все в подробностях, я надеюсь, расскажет. Таким образом, что стоит отметить на сегодняшний день? Аукционы, которые состоятся у нас по Германии в 14.15, в 14.30 по Португалии. Сроки бумаг короткие, поэтому там стоит ждать небольшого позитива. И в целом, в общем-то, по российскому рынку сейчас пока мы видим такой легкий негатив, но вполне возможно, что ближе к концу вечера ситуация несколько изменится, и котировки по российскому индексу могут немножко восстановиться. То есть я бы уж сильно так шортить не стал бы сегодня, но в преддверии завтрашних аукционов очень проблемных по Испании и по Франции на рынках могут быть очень большие проблемы. На этом я, наверное, буду заканчивать. Всем большое спасибо за внимание. Всем до встречи. С удовольствием отвечу на ваши вопросы в чате, если таковые имеются. И встретимся с вами сегодня в 5 часов, на котором, когда я постараюсь вам представить свой глобальный взгляд на рынки в 2019 году. Всем большое спасибо. Всем до встречи. И сейчас я остаюсь в чате. Читайте нашу личку на сайте broker.kf.ru, на сайте youtube.com.broker.kf. Все наши видеозаписи выкладываем. Клиенты Китфинанс смогут подписаться на ленту новостей в торговом терминале КВИК. На этом прощаюсь. Всем до свидания. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok